Приветствую вас дорогой друг, меня зовут Анна Костылева и я помогаю инфобизнесменам запускать их инфопродукты и зарабатывать неприличные деньги на запусках их инфопродуктов. Мы сегодня начинаем нашу серию видео уроков инфобизнес нуля, которая максимально подготовит вас и ваш инфобизнес к проведению по-настоящему многомиллионных запусков. И для того, чтобы вам начать развиваться в инфобизнесе, вам нужно в первую очередь знать, что же такое вообще инфобизнес. Инфобизнес это монетизация востребованной экспертности. Можно сказать так, три таких больших, очень емких слова, поэтому давайте разбираться. Начнем мы с конца, то есть монетизация востребованной экспертности. То есть экспертность. Что такое экспертность? Экспертность это ваши знания и ваш опыт, который вы приобрели в своей жизни, приобрели, когда решали какие-то проблемы в течение вообще вашей жизни. Может быть это ваша профессиональная деятельность. И вы теперь хотите своими знаниями и опытом делиться и помогать другим людям решать какие-то проблемы или решать какие-то возникающие вопросы. То есть вы должны иметь опыт и знания, которые вы можете передать другим людям. Вторая составляющая нашего такого определения это востребованной. То есть экспертность, наши знания и опыт, они должны быть востребованы. Что значит востребованы? То есть люди должны искать эти знания, они должны хотеть получить ваш опыт или они хотят решить свои какие-то проблемы за счет ваших знаний и вашего опыта. То есть прямо говоря, что у людей должна быть проблема, которую вы можете решить с помощью своей экспертности, с помощью своих знаний и опыта. Очень такая... мы еще будем в следующих видео разговаривать про ошибки начинающих инфобизнесменов. Так вот одна из ошибок, все-таки я сейчас хочу о ней оговориться. Это что выбирают, когда приходят в инфобизнес и сталкиваются с тем, что их знания и опыт, они не востребованы на рынке. И естественно получается что? Что мы не можем их монетизировать. То есть одно из составляющих еще понятия инфобизнеса, это монетизация востребованной экспертности. То есть если наши знания востребованы, то они и будут монетизироваться. То есть мы можем их монетизировать, то есть мы можем зарабатывать, говоря русским языком, мы можем на них зарабатывать. На этих знаниях, на своем опыте, деляясь другими людьми, помогая им решать проблемы. Но это если ваша, как я еще раз говорила, экспертность, она востребована. То ее можно в принципе легко монетизировать. Есть, конечно, немножко еще другой подход. Это когда у вас есть знания и опыт, и вы, так сказать, проталкиваете их на рынок и создаете, рассказываете, как ваши знания и опыт может решить какие-то проблемы. Но, то есть эта инициатива идет от вас. То есть вы пропихиваете свою тему, свои знания, свои умения и показываете, что людям они нужны. Но намного легче, естественно, идти, когда люди сами знают, что им нужно. Точнее они, у них есть какая-то проблема, и они хотят ее решить. И вы с помощью своих знаний можете ее решить. Поэтому, если перевести такое вот понятие монетизация востребованной экспертности, такой на более русский язык, это будет означать заработок на ваших знаниях и опыте, которые нужны людям, которые решат какие-то проблемы и вопросы людей. Потому что инфобизнес – это помощь другим людям, обучение других людей. А на этом наш видеоурок подходит к концу. Меня зовут Анна Костылева, и я помогаю инфобизнесменам зарабатывать неприличные деньги на запусках их инфопродуктов, даже если у них сейчас нет ни продукта, ни базы подписчиков. Спасибо.